Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Как карагандинцы отметили 70-летие Великой Победы? Около пяти тысяч карагандинцев приняли участие в эстафете, показывая тем самым дань уважения Великой Победе. Тысячи карагандинцев пришли 9 мая к мемориалу славы «Вечный огонь», чтобы отдать дань памяти тем, кто 70 лет назад ценой своей жизни отстаивал свободу и независимость страны. Мероприятие началось с торжественного возложения цветов и минуты молчания. Около 60 тысяч жителей Карагандинской области воевали на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Они проявили героизм в битвах за Москву и Ленинград. Насмерть стояли у стен Сталинграда. Проливали кровь за освобождение Белоруссии, Украине, Молдавии, стран Балтии и народов Европы. Более 6,5 тысяч карагандинцев награждено орденами и медалями за мужество и отвагу, проявленные в боях. Мы пришли сюда в знаменательный и великий для нас день. День победы, чтобы отдать должное героизму и мужеству всех тех, кто защищал свободу и независимость нашей Родины, кто отстоял мир ради жизни на земле. На военный парад в Астану от Карагандинской области отправились 17 ветеранов. Сами же карагандинцы наблюдали за торжественным военным шествием по большому экрану. Сразу в одном месте собрались больше 500 человек. За несколько часов до прямой трансляции для карагандинцев перед Дворцом культуры горняков установили деревянные лавочки. Парад в Астане был посвящен сразу двум праздникам – Дню защитника Отечества и 70-летию Великой Победы. Наблюдать за красочным и самым масштабным шествием в истории Казахстана карагандинцы приходили с семьями. Республика Казахстан после продолжения независимости создала свою армию, вооруженную силу Республики Казахстан. В настоящее время вооруженную силу Республики Казахстан при поддержке главы государства Назарбаева казахстанская армия стала на ноги, обеспечена всеми вооружением, военной техникой, имуществом. В настоящее время соответствует всем требованиям, предъявляем профессиональной армии. На праздник в столицу Казахстана от Карагандинской области поехали 17 ветеранов. В состав казахстанской делегации фронтовиков, которая отправилась на парад в Москву, один карагандинец Камалей Дюсимбеков. В Карагандинской области в настоящее время проживают 340 ветеранов и 19 тысяч тружеников тыла. Ветераны наказали молодому поколению помнить об их героических подвигах и беречь родную землю, которую они когда-то защищали своей смелостью и доблестью. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Сотрудники прокуратуры возложили цветы и к памятнику героя Советского Союза Нуркену Абдирову. Торжественная церемония была посвящена празднованию 70-летия Великой Победы. К памятнику Нуркена Абдирова вместе с сотрудниками прокуратуры пришел и родной племянник. Напомним, что Нуркен Абдиров является одним из 125 воинов, кто удостоился звания Героя Советского Союза за боевые подвиги во время войны. Аубакир Сартенович очень рад тому, что о подвиге его дяди не забывают и в разных уголках нашей страны и вспоминают добрым словом. После возложения цветов к памятнику героя собравшись опочтили минуты молчания память солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Парад Победы был проведен и в селе Агадырщицкого района. В грандиозном шествии приняли участие жители села, ученики местной школы и сотрудники исполнительных органов. Несмотря на пасмурную погоду, ничто не смогло испортить праздничный дух народа. Всем ветеранам в этот день было оказано особое внимание. Парад открыл самодельный танк-машина, переделанная местными умельцами. Под военными знаменами и с песнями народ собирался у нового памятника, который установили в честь участников Великой Отечественной войны. Руководители поселка, почетные граждане поздравляли ветеранов и тружеников тыла. 27 ветеранам вручили юбилейные медали. А фронтовик войны Павел Васильевич Семилетов рассказал нам о своем боевом прошлом. Ему сейчас 90 лет. Призвавшись на фронт в 1942 году, герой участвовал в битвах под Москвой и на Белорусском Майдане. После войны работал геологом. Сейчас он единственный ветеран, оставшийся в селе Агадырь. Я навоевал второй Белорусский фронт, третий Белорусский фронт. А в Казахстан я приехал в 1952 году. А почему я приехал? Потому что... Раньше село Агадырь было районным центром. Однако сейчас там работает всего 48 хозяйств. Сейчас жители поселка пытаются вернуть поселку былую славу. В прошлом году здесь был построен спортивный центр и новый детский сад. Были устранены проблемы с питьевой водой и проведены канализационные сети. Новая аллея ветеранов – тоже предмет гордости сельчан. На реконструкцию аллеи ветеранов были выделены деньги с областного бюджета. До этого ремонтных работ не производилось. Сейчас на мемориале высечены имена фронтовиков и оборудован вечный огонь. В ходе юбилейного мероприятия перед жителями выступили местные певцы и танцоры. Для всех прогремел и праздничный салют. Теперь аллея ветеранов будет радовать всех жителей поселка и связывать молодое поколение с историей Великой Победы. Айя Маврина, Айденжакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Пяти ветеранам войны, проживающим в Казбекбийском районе области, вручили юбилейные медали в честь 70-летия Великой Победы. Героев фронтовиков подарили памятными подарками. В этот вечер было сказано немало теплых слов. Все подробности в следующем сюжете. Для ветеранов в этом году устроили немало праздников. Подрастающему поколению хочется выразить свою признательность ветеранам-победителям. Аким района имени Казбекбий лично поздравила юбиляров и вручила им памятные медали. Разрешите от всей души пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, активного долголетия, любви и внимания окружающих. Сегодня этот вечер для вас. Для всех героев войны в этот вечер была организована концертная программа и угощения. Сами ветераны не скрывали радости от самого, пожалуй, главного праздника в году. Многие, несмотря на почтенный возраст, упустились в пляс и пели песни. В эти минуты торжественная радость. Я рад в том, что получил вот эту юбилейную медаль непосредственно с рук главы нашего района Акима Акима Николаевна. Большое спасибо вам, что вы уделили внимание. Из 18 ребят у незнакомого поселка на безымянной высоте. Еще раз поздравляем от всего сердца вас, дорогие ветераны. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Свыше 10 тонн рыбы различных пород изъяли сотрудники природоохранной полиции ДВД Карагандинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нерест». 11 мая при проведении рейдовых мероприятий сотрудниками отдела правоохранительной полиции ДВД Карагандинской области на территории Актугайского района, недалеко от озера Балхаш, была остановлена автомашина марки «Крас». При осмотре в кузове было обнаружено и изъято свыше 10 тонн рыбы, 4 тонны рыбы породы «Берж» и свыше 6 тонн судака. Никаких сопроводительных документов на рыбу не было. 43-летний водитель автомашины пояснил, что рыба принадлежит одному из ТО, однако никаких документов на привозимую рыбу не смог предоставить. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается источник приобретения, скупки и при продаже рыбы. В День Победы в Караганде организовали ретро-пробег и выставку старой военной техники. Всего было представлено 13 раритетных машин и 8 мотоциклов, многим из которых уже более 60 лет. Но они все так же в строю. Таким образом, организаторы пробега передали жителям города дух военного времени и Великой Победы. Среди тех, кто участвует в ретро-пробеге, это карагандинец Сергей Задоенко. Каждый год владелец раритетного авто 1954 года выпуска выставляет своего четырехколесного друга на всеобщее обозрение. Из всех представленных машин, которые сегодня красовались около мемориала «Вечный огонь», местные жители фотографируются только с ним. Такой светлый и радостный день. Это большое дело принять участие в таком ответственном пробеге. И с радостью просто-напросто. Тем более машину Победа и принять участие в День Победы – это большая радость и честь. На выставке представленные машины – почти ровесники Победы. Многие модели проектировались в годы войны. Такие автомобили появились в далеком 43-м. Первым делом техника участвовала в военных действиях, а потом пригодилась и в сельском хозяйстве. Сегодня коллекционировать старинные автомобили для карагандинцев больше похоже на увлечение, чем просто передвигаться по городу. Многие приходят к этому по-разному. У нас есть люди, которые начинали восстанавливать машины ради своих отцов. У нас есть человек, один из участников, он восстанавливал Победу для своего отца-ветерана. У того такая машина была. Он из нескольких машин в течение нескольких лет собрал автомобиль. И папа умудрился на ней даже проехать, оценить это. Сейчас уже, к сожалению, его нет, но машина зато есть, она напоминает о том человеке, о истории. После выставки раритетные автомобили и мотоциклы вместе с желающими карагандинцами смогли проехаться по дорогам города. Дождливая погода не помешала тому, чтобы встретить праздник Великой Победы в шахтерской столице. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Около пяти тысяч карагандинцев приняли участие в эстафете, посвященной Дню Великой Победы. В шахтерской столице она уже проходит 70-й раз и продолжает привлекать к занятию спортом людей разных возрастов. Подробности в следующем сюжете. С раннего утра на улице Бухаржрау оживленно. Здесь проводится эстафета, которая собрала как школьников и студентов, так и тех, кто давно уже перешагнул 50-летний рубеж. Всего участвует пять тысяч человек, среди них учащийся колледжа Артем Широв, который впервые пробежал дистанцию 500 метров. «Хотелось бы полегче, но все равно тяжело. Выкладываешься на все сто. Тяжело в конце. Особенно, когда сзади за тебя бегут. Пытаешься вырвать победу. Получается, когда доволен». Эстафета на призы газеты «Индустриальная Караганда», посвященная Дню Победы, это своеобразная рекордсменка. Коллектив редакции ее проводит уже 70-й раз. Впервые она была организована в мае 45-го года, сразу после того, как завершилась Великая Отечественная война. «Люди вышли на эстафету, люди думали о празднике, о будущем. Они видели в том, что если эстафета, это значит вместе, значит дружно, значит свободно. Ведь то, что они думали, это свершилось. Правда, на это положили жизни многие, миллионы, вы знаете, погибших в войне». 36 кубков распределились на первые, вторые и третьи места. Никто из участников в прошедшей эстафеты не остался без подарков. Николай Кровец, Исламбек Аспан, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. В Караганде прошло областное открытое первенство по волейболу памяти отличника образования Казахской ССР, почетного гражданина Жанаркинского и Абайского районов Аманбека Абдиханова. Побороться за кубок победителя и солидные денежные вознаграждения собрались лучшие команды Карагандинской области и спортсмены из города Астана. За интересной игрой наблюдали и наши журналисты. В этом году областное открытое первенство по волейболу прошел в пятый раз. 12 лучших команд соревновались между собой, при этом показывали высокое мастерство. Организаторы турнира – дети, потомки Аманбека Абдиханова. Аманбек Тусубханулу – почетный гражданин Жанаркинского и Абайского районов. Обладатель ордена Курмет занимал руководящие должности в Карагандинской области. Он внес посильный вклад в процветание нашей страны. Сегодня дети, соратники и коллеги вспоминают его как настоящего патриота своей страны. Он не только был руководителем, он не только был организатором здесь, находясь в группу Карагандинской области, но и всегда основывал массовый спортсмен. Поэтому данное уважение и группа веки. Впервые турнир по волейболу проводили в Шведском районе в поселке Агадыр. С каждым годом число участников растет. Организаторы собирают спортсменов со всех уголков региона. Главной целью первенства является развитие спорта в малых городах региона. Из города Караганды участвовали три команды. Были спортсмены и из других уголков нашего региона. Мы, организаторы, подготовили денежные призы и специальные подарки для участников. В планах у нас проводить первенство и дальше. В полуфинале команда Агжал заняла третье место и стала обладателем 150 тысяч тенге. Команда Сарарка оказалась второй. Ее денежное вознаграждение составило 250 тысяч тенге. Ну а главный приз – кубок первенства и 350 тысяч тенге досталось темиртаусской команде «Металлург». Организаторы соревнований намерены проводить этот турнир регулярно и прививать любовь к спорту у подрастающего поколения. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните в редакцию нашего канала по номеру 420649. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok